Приветствую вас. Как я понял, вас волнует то, почему супруг пришел не один, а с другом. На развод, то есть в здание суда, либо в ЗАГС, почему он пришел именно с другом. Вас это, как я понял, сильнее всего волнует. Не то, чтобы он боялся, значит, что вы его будете отговаривать. Я не думаю, если честно, что он боялся, что вы будете отговаривать. Я думаю, что с другом он пришел потому, что опасался того, что вы можете устроить ему скандал, от того, что вы можете как-то, значит, ну, создать неловкую ситуацию. Молчание само по себе тоже, в общем и целом, ну, довольно тяжелое-тяжелое времяпровождение. Особенно между такими и такими близкими людьми, да. Вот. И, соответственно, мужчина, он просто хотел, вероятно, себя обезопасить. Ну вот, как это, как это видится мне, по крайней мере, что мужчина хотел себя обезопасить таким образом. Вот. И, в принципе, он с этой целью справился, на мой взгляд. Он пришел с другом. То есть, друг, по большому счету, внес в вашу встречу элемент светскости, элемент формальности, элемент общественности и убрал, в большей степени, элемент интимности, элемент более такого личного, может быть, конфликта между вами, который мог бы быть... Кроме того, для мужчины, быть может, ну, по крайней мере, по его мнению, для мужчины, может быть, весна и весна тяжело было приглашать вас на развод, ведь он, если вы заметили, он именно по СМС вас пригласил, то есть он не позвонил вам, да, он не встретился с вами, а он именно по СМС это сделал, что говорит о том, что человеку явно, ну, тяжело смотреть вам в глаза, например, тяжело общаться с вами, тяжело взаимодействовать, вероятно, с вами, и именно поэтому он воспользовался СМС для того, чтобы вас вызвать. Это говорит о неуверенности мужчины в себе, может быть, о его боязливости в вас, ну, например, например, боязливости в вас. Вот. То есть тут может быть довольно много всяких моментов, которые, на мой взгляд, ну, заслуживают того, чтобы на них заострить внимание. То есть я понимаю ваши чувства, что вы приходите на развод, да, надеетесь как-то, ну, наверное, с мужем этот вопрос обсудить, надеетесь как-то мужем, может быть, разрулить эту тему, которая у вас возникла. А вместо этого у мужчины там уже друг, и вы, как бы, ну, чувствуете, что ситуация складывается вообще совершенно не в вашу пользу, вот, и вам, естественно, неприятно. Ну, постарайтесь понять, что для некоторых людей это реально очень, как бы, ну, тяжелое переживание, тяжелые достаточно впечатления, вот. И, соответственно, именно поэтому мужчина повел себя так, предпочитая быть с другом и пройти вот, ну, пройти вот эту вот неприятную ситуацию именно вместе с другом, а не в одиночку. То есть здесь только негативные переживания из-за этого, здесь только нежелание мужчины как-то вот оставаться, может быть, с вами наедине, да, может быть, даже бывает такое, что тут даже имеет место быть стыд какой-то, да, то есть мужчине может быть стыдно за его, так скажем, поведение. Ну, и кроме того, развод некоторые люди воспринимают исключительно как проигрыш, исключительно как что-то такое негативное, да, и, соответственно, если, ну, если вот мужчина воспринимает это как что-то негативное, то, естественно, другом ему легче, потому что, ну, на друга всегда можно отвлечься, как своего рода подушку безопасности и так далее, и так далее. Вот. Но вообще мне все-таки кажется, что основная причина это именно в том, что ваш муж хотел, чтобы встреча была как можно более формальной. То есть вашему мужу не хотелось, чтобы это была именно интимная встреча, вот, потому что, ну, причин тут может быть много, самых разных, вот, но тем не менее. То есть друзья, это, и вообще любые люди, это те, кто создает ощущение группы. Группа дает ощущение безопасности, и, соответственно, можно говорить о том, почему мужчина, например, например, не чувствует себя в безопасности наедине с вами. Вот это вопрос, на который, ну, скорее всего, ответ, ответ, знаете, только вы, потому что мы его знать не можем, ибо это все-таки ваши отношения с мужчиной, да, а не наши, вот. Соответственно, на этот вопрос вам нужно ответить все-таки самостоятельно, ну, попробовать ответить самостоятельно, вот. Значит, что еще можно добавить? Добавить можно только то, что развод, безусловно, является тяжелым испытанием для вас, вот. Тяжелым испытанием для любого человека, ну, для вас, я думаю, как для женщины тоже не менее тяжелое это испытание, вот. Поэтому, возможно, вам после того, как вы разведетесь, или, возможно, уже сейчас потребуется помощь, поддержка, может быть, вот. Если это так, то, я думаю, наши специалисты, в числе которых и я, готовы вам помочь, готовы помочь, помочь пережить с максимально, с максимально низкими затратами ресурсов данную проблему. Естественно, естественно, при условии, если вы этого сами хотите, вот, естественно, если вы в этом заинтересованы, вот, то мы вам, безусловно, поможем, вот. Потому что, ну, все-таки, ваш вопрос, он изначально был о том, что вы хотите... понять мужчину, вот, понять его поведение, а не запрос на личную, так сказать, консультацию индивидуальную, вот. Поэтому, навязывать это я вам не хотел бы, но, тем не менее, просто знаю, что, в общем-то, в общем-то, развод это травма. Рано, как и измена, это тоже травма, вот. Поэтому, если потребуется помощь, обращайтесь, вот. Мы вам с радостью поможем. Что касается мужа, то муж, если уж он пришел с другом, то, скорее всего, выбор свой сделал по отношению к вам. То есть, я имею ввиду, ну, решил все-таки развестись. Вот, это его выбор. Чем быстрее вы это примете, чем быстрее вы перестанете жить в прошлом, чем быстрее вы будете двигаться вперед, тем будет лучше для вас. Я это говорю не для того, чтобы стимулировать вас к получению консультации, а именно для того, чтобы помочь вам, потому что пытаясь понять поведение человека, пытаясь понять поведение мужчины, вот, пытаясь понять, почему он так поступил, вы не сделаете себя, к сожалению, счастливее. То есть, конечно, гештальт, он будет закрыт, да, но это не единственное, что вам нужно сделать для того, чтобы понять поведение своего мужа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!